Буявляне подтверждают свои намерения жить в благоустроенных дворах. С жителями проводятся встречи по реализации на территории нашего города проекта «Формирование комфортной городской среды». Сейчас уже перед глазами опыт жителей других микрорайонов. Но изначально горожане проявили инициативу благодаря своему неравнодушию и готовности всем вместе благоустроить общую территорию и сделать проживание на ней удобной для всех жильцов многоквартирного дома. 13 сентября подобная встреча состоялась во дворе дома номер 15 по улице Красный Химик. Встречу с жителями провел глава администрации Игорь Ральников. Игорь Александрович проинформировал граждан о том, что они могут вносить предложения по работам, которые считают необходимыми для благоустройства двора. К ним относятся софинансирование или оказание помощи в проведении работ. Двор дома номер 15 по улице Красный Химик попадает под действие программы в следующем году. Мы продолжаем встречи с жителями многоквартирных домов, участниками программы «Городская среда». На прошлой неделе мы были в доме «Социализма-27», сегодня «Красный Химик-15». «Красный Химик-15» у нас также в феврале прошлого года, в феврале марте поучаствовал в этой программе, собрал необходимые документы, протокол. Ну и сегодня мы с ними встречаемся в преддверии исполнения программы 2018 года. Вот, то есть буквально сегодня у нас было совещание селекторное у губернатора, где были даны довольно четкие поручения, то есть до конца этого года мы должны подготовить дизайн-проект, составить смертную документацию и пройти государственную экспертизу с тем, чтобы с началом весенне-летнего сезона отремонтировать своевременно двор. Планируют отремонтировать дворовую территорию, заасфальтировать дворовую территорию и установить детскую площадку. Значит, это решение они приняли еще зимой прошлого года. Вот, сегодня мы обсудили эти вопросы в плане, может, что-то изменилось, какие-то появились новые желания. Ну вот, сегодня возникли вопросы по стоянкам транспортных средств, допустим, по размещению детской площадки. Ну и сегодня в процессе общения с людьми мы все эти вопросы постарались решить. Вот, то есть часть вопросов мы решили, часть оставили на уровень общественного обсуждения самого дома. А я думаю, что до октября месяца они примут все необходимые решения, и мы уже по их потребностям, по желаниям жителей составим дизайн проекта и согласуемся. Реча прошла позитивно, то есть люди участвуют в этой программе, они знают, что они хотят сделать, готовы вложить собственные средства в реализацию этого проекта. Ну и в целом можно констатировать, что реализация программы «Городская среда» по городскому округу города идет успешно, в общем-то, и на фоне области.